МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И Жумовек Саровеков подключается по скайпу. Вы нас слышите, господин Саровеков? Приветствую. Да, все хорошо. Если можно, давайте, коллеги, начнем все-таки с перераспределения ряда властных полномочий. Что куда идет, кто кому, что передает. Давайте, вот власть всегда интересна, да, как и деньги. Вот, пожалуйста, господин Токтушаков, начнем с этого. Да, ну я прежде всего хочу начать вот как раз с референдума. Как известно, у нас 5 июня состоится республиканский референдум, да, по изменению дополнения в Конституцию. Можно сказать, что эта дата является новой точкой отчета, как раз вот в тех преобразованиях, которые у нас сейчас происходят. Нужно сказать, что референдум, который вот сейчас вот был заявлен, у нас впервые с 1995 года проходит, да, последний референдум как раз проходил в 1995 году при принятии вот нынешней редакции Конституции. А Конституционные поправки, как известно, у нас 4 раза проводились, да, с 1995 года, да, и все они как раз проходили через парламент. И вот Конституционные поправки через референдум у нас будут проводиться впервые. Да. Ключевая цель Конституционной реформы – это системная трансформация существующей государственной политической модели. В соответствии вот с Конституционными поправками можно выделить 5 ключевых блоков, которые будут, которые произойдут. Первый блок – это прежде всего завершится переход от цеперпрезидентской модели к президентской республике. Так. Да, да, да. С сильным парламентом, как вы сказали. С сильным парламентом, да. Здесь прежде всего речь идет о том, что произойдет отход от излишней концентрации президентских полномочий. Что здесь подразумевается? Ну, во-первых, президент, как известно, он должен будет выйти из партии. Он уже вышел из партии, да, вот на съезде партия МОНАТ. Второе – близкие родственники президента не должны будут занимать руководящие позиции на госслужбе и в руководстве квази-госкомпании. Третье – президент теперь не сможет… Баллотироваться, кстати. Более чем два раза уже все. Собственно… Да, 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 это тоже… Да, вот этот момент очень интересный. Да, да, да. Исключается полномочия президента по… А почему, кстати, почему мы это исключаем? Давайте разъясним это. По поводу чего? Исключается возможность баллотироваться повторно. Несколько раз. Какая суть уже в этой поправке, скорее всего? Ну, это как раз-таки ограничивает полномочия президента, то есть оно задает на то, чтобы президент в рамках определенного срока смог реализовать все реформы, все преобразования, которые… Да, вот так это звучит, собственно, что у нас по предложению членов рабочей группы исключаются нормы о праве первого президента избираться более двух раз подряд. Вот этот момент важен. Вот этот акцент, да, вот это важно. Господин Сарабеков, подключайтесь тоже, ваше мнение интересно в этом отношении. Мы сейчас вот акцент сделали на президенте. Что еще президент потеряет, вот это должностное лицо, какие полномочия передаются у нас на иные, так скажем, властные структуры? Позвольте, да? Да, 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 сейчас господин Сарабеков сначала. Ну, в целом, я бы акцентировал внимание на другом, я бы акцентировал внимание на том, что данный референдум казанские власти рассматривают как, скажем, способ консолидации общества, что действительно актуальный вопрос. И такая консолидация, скажем так, необходима и с учетом сложного геополитического фона и сложной экономической ситуации, в которой мы сейчас живем, потому что относительно геополитики все мы в курсе, что сейчас происходит. Это напрямую отражается на нас в виде рекордной инфляции, которая уже несколько месяцев подряд обновляет эти высокие показатели. И такой инфляции у нас не было там из 2015-2016 года. Поэтому нужна такая консолидация. И как раз таки власти рассматривают это как способ. И уже насколько эта ставка сыграет и насколько референдум сможет консолидировать, это, мне кажется, мы как раз увидим по результатам референдума. Ну, судя по тому, что, например, мне поступает на WhatsApp программа, и вот сейчас телезрители пишут, спасибо, что вы на связи, вопросов много. И я не встречал прям такого ярого противостояния. То есть все поправки поддерживают и более того, даже некоторые дополнительно предлагают. Есть люди, которые критикуют. Например, не все, скажем так, участники общественной дискуссии, не все разделяют мнение, что идет переход модели от суперпрезидентской системы к президентской системе с сильным парламентом. То есть есть разные спектры мнений, и это вполне нормально. То есть так и должна вызываться общественная дискуссия. Поэтому, тем более, агитация за референдум и разъяснение всех этих изменений, поправок, она только-только начинается. То есть, может быть, даже не все люди в курсе, за какие поправки они будут голосовать. Да, господин, подпишай, пожалуйста. Да, он на самом деле не совсем согласен. Я думаю, что он как раз уже в активной фазе идет, как раз это агитационная работа, информационно-разъяснительная. И депутаты Можилиса выезжают в регионы, и партия МОНАТ активно принимает участие как раз в разъяснении всех этих поправок. Я думаю, в целом населению через СМИ, через экспертное сообщество нужно донести важность этих поправок. Говорить о том, что сейчас напрямую это повлияет на улучшение жизни населения, я думаю, как бы сложно говорить. Но, тем не менее, в принципе, эти поправки имеют такой стратегический характер, можно сказать, на будущее. И вот в продолжении того, что я говорил, помимо того, что произойдет отход от суперпрезидентской к президентской республике, другими важными направлениями также является, это то, что в целом произойдет преиспределение ряда властных полномочий. Здесь как раз-таки речь идет о создании конституционного суда, то, что счетная палата преобразуется в высшую аудиторскую палату и так далее. Другое направление как раз усилится роль и статус парламента. В первую очередь, как многие эксперты отмечают, здесь нужно говорить о том, что произойдет переход от пропорциональной к смешанной пропорционально-мажоритарной системе выборов. Да, у нас появятся самодвиженцы в парламенте, и представьте, насколько это будет интересно. Я просто помню парламенты прежних, первых, вторых, третьих созывов, и там такие дискуссии бушевали. Причем здесь важно, вот это и улучшит жизнь, я думаю, собственного общества, оздоровит может быть его, потому что депутаты будут более подотчетными, мне кажется. Да, более подотчетными, тут нужно сказать, что как раз-таки при формировании мажориста 30% будет, как известно, при формировании областных маслехатов там по половине будет 50 на 50, а вот как раз-таки где городские и районные маслехаты, там полностью будут как раз андомандатные депутаты, которые выбраны по андомандатной мажоритарной округе. Я представляю, как будет сложно местной власти защищать, например, отчет об исполнении бюджета на уровне города. Когда соберутся действительно не как сейчас, у нас там нотариальная палата сидит, и они денег не получают за свою работу, и, собственно, все они довольно лояльные действующие местной власти, и вот они сидят и смотрят на этот отчет, и просто поднимают за, 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 и все, разошлись. Да, да. Вот, наверное, теперь такого не будет. Да, помимо усиления роли статуса парламента, нужно говорить о том, что в целом повысится участие населения как раз в управлении страной граждан, в управлении страной. И помимо этого, пятое направление, такое немаловажное, в целом усилится механизм защиты прав граждан. Вот как раз-таки про Конституционный суд, да, теперь граждане напрямую смогут обращаться в Конституционный суд. То есть это право появится у каждого? Да, да, у каждого гражданина, это очень важно. Вот к вопросу о том, что люди говорят, какой эффект простой гражданин получит, вот, как раз-таки это, как раз, поправка отвечает на этот вопрос. Помимо этого, на Конституционном уровне отменяется смертная казнь, как известно, да, тоже немаловажно. Уполномоченный по правам человека получит множество привилегий, и он не будет подотчетен государственным органам и другим должностным лицам. И по уполномоченным правам человека как раз будет создан отдельный Конституционный закон, тоже, кстати говоря, что немаловажно. То есть в целом все эти поправки, они направлены на то, что государственная система, она действительно преобразуется, да, в сторону демократии, в сторону парламентаризма, в сторону повышения участия в населении. И тут очень важно еще сказать, что после того, в случае, если граждане проголосуют, да, и там определенный процент наберутся, да, более 50% проголосуют, да, из 17 регионов нужно, чтобы 11-12 регионов приняло участие, да, граждане этих регионов. И вот после этого я бы хотел еще обратить внимание на то, что у нас помимо этого еще должны быть изменены более 20 законов. Более 20 законов как раз таки это в рамках общей политической организации. Это интересная работа, потому что я всегда акцент делаю с учетом того, что если мы депутатов, значит, по одномандатным округам будем избирать, тогда давайте и пропишем серьезный механизм по их отзыву. Если я их избрал, если я недоволен их работой, давайте, если кто-то есть еще, организуем отзыв и выберем новую. Да, это в конституционной поправке как раз так будет, да. Серьезные изменения, да, нам предстоят после, конечно, вот этого референдума. Если он пройдет, собственно, в положительном ключе, то потом еще придется законодательную базу менять. Что нам пишут? Спасибо большое, что вы на связи. Так, сейчас мы действительно находимся на этом этапе, когда формируется совершенно новый Казахстан, крановое преобразование нашей политической системы. Спасибо. Так, все предложения получили широкую поддержку, закавычную. Референдум уже прошел. Нет, еще не прошел, он будет пятого. Или это ирония? Так, нужно по-настоящему начать борьбу с коррупцией во всех сферах власти. От этого эффект будет колоссальный, иначе все реформы лишь приведут к новым схемам воровства. А вот это интересно. Мы что-то сможем, вот эти поправки могут что-то противопоставить? Господин Сарабеков, вот этот вопрос больной наш, коррупционный. Ну, знаете, нужно будет, чтобы прошло время, и увидеть, насколько эти законодательные поправки, конституционные изменения, как они материализуются на деле. Потому что ключевой индикатор, который позволит нам говорить о том, что мы действительно движемся в сторону Нового Казахстана, вот ключевой индикатор – это уровень конкуренции, уровень политической конкуренции. Где будет конкуренция настоящая, не имитационная или, скажем, что-то похожее на какую-то… А где вот будет настоящая конкуренция политическая, там и будет борьба с коррупцией, борьба с, скажем так, с разными правонарушениями. Поэтому очень важно увидеть, что будет после референдума, потому что мы же знаем, что и до этого у нас были очень много законодательных инициатив, было очень много госпрограмм, но на выходе, то есть в сухом остатке, результатами не все довольны. Поэтому, я говорю, очень важно именно, что будет после референдума и насколько сама система сможет адаптироваться под новые правила игры. Потому что есть действительно риск, когда участники системы могут саботировать эти изменения. То есть инерция, которая закладывалась в последние десятилетия, это очень серьёзный фактор риска, то есть инерция госаппарата. И здесь, опять-таки, в руках, скажем так, высшего руководства задавать правильные импульсы. И действительно устраивали эту систему сдержек и противовесов. Но опять я возвращаюсь к своей ключевой мысли, что главный индикатор этого уровня политической конкуренции, если она вырастет по-настоящему, то будут какие-то позитивные изменения. На моей памяти, да, на моей памяти, получается, уже 3-4 у нас заявления было о создании новых партий. Это вот за, в целом, за месяц там с небольшим. То есть понятно, что ещё будет процесс отбора. Кстати, по партиям-то тоже у нас послабление будет, да? Да, если можно, да, пожалуйста. Да, как раз по партиям. Здесь нужно прояснить, да. Вот сейчас в этих конституционных поправках по партиям, ну, вопрос, связанный с партиями, они пока не касаются. Вот я о чём говорил. Если сейчас население проголосует, да, за конституционные поправки, после этого предполагается изменение более 20 законов. И как раз один из ключевых законов является вот закон о партиях. Либерализация партийного законодательства, и в рамках которого предполагается вот снижение регистрационного барьера с 20 тысяч до 5 тысяч, да, членов, и снижение, там, минимальной численности региональных представителей с 600 до 200. И вот как раз-таки в результате этого партийное поле должно расшириться, активизироваться, будут создаваться новые партии. И вот, как вы уже правильно заметили, сейчас уже около, там, более десятка, да, общественных деятелей, политических активистов заявили о том, что они... Даже больше, чем я сказал. ...намереваются, да, зарегистрировать свои партии. И вот как раз сейчас мы посмотрим, да, насколько вот эта вот партийная конкуренция усилится. Ну, господин Сарабеков говорил о рисках. Видите ли вы какие-то риски? Я, кстати говоря, да, вот как раз хотел продолжить мысль моего коллеги по поводу рисков, да. Один из ключевых рисков, на самом деле, это является вот высокой степень бюрократизированности государственного аппарата, потому что, как известно, многие говорят, и это, я думаю, не секрет, наш государственный аппарат часто характеризуется неоперативностью, да, чрезмерной бюрократизированностью, ну, и так далее. И вот как раз этот фактор будет являться одним из ключевых рисков в реализации, потому что, на самом деле, реализация — это ключевой момент. Если вот на уровне как центральных, так и местных исполнительных органов вот реформ будут саботироваться, да, замедляться, тормозиться, то тут как раз-таки возникнет вопрос о эффективности реализации этих реформ. Это, на самом деле, очень ключевой, ну, важный момент. И еще я хотел бы обратить внимание на то, что, на самом деле, у действующей власти, как бы, и у президента вот временной лимит в реализации вот этих политических реформ, он, на самом деле, сужается, потому что времени на реализацию, на самом деле, мало. И вот учитывая, что сейчас сложная социально-экономическая ситуация внутри страны и геополитический контекст, да, такой напряженный достаточно, и, соответственно, властям нужно достаточно оперативно, ну, буквально в течение одного-двух лет, если не заложить, если не провести, да, уже там окончательно политические реформы, то заложить какую-то основу, фундамент для того, чтобы эта система, ну, эффективно функционировала. То есть, да, смотрите, интересная ваша мысль. Получается, если у нас президент будет теперь назначать Акима области, кстати, у меня есть вопросов, почему мы не вводим выборность Акимов, тоже стоит ответить на этот вопрос. Если будет президент назначать Акима области и выбирая, то есть, предлагать две кандидатуры минимум, да, как минимум две кандидатуры, да, то получается у нас сразу после референдума, если поправки будут приняты, так или иначе пойдет смена всех областных Акимов? Ну, это как бы логически напрашивается, да. Тут сложно говорить о том, что все, да, но я думаю, что ряд Акимов поменяется, да, и вообще изменения, ну, в регионах произойдут, да. По поводу того, почему, да, вот, сразу не пришли к прямой выборности областных Акимов, да, региональных Акимов. Но здесь на самом деле такой сложный момент, потому что вот этот сам процесс, вот политическая демократия, да, и политических реформ, он на самом деле такой достаточно должен быть аккуратный, скажем так, да, и последовательный, потому что сейчас сразу перейти к прямой выборности Акимов, это означает, что, ну, скажем так, не то чтобы предоставить слишком много полномочий, да, в регионах, но здесь возникает риск о том, что, ну, вот эта потеряется прежняя, там, устойчивая вертикаль власти, да, да, да. И поэтому я думаю, что... Наверное, да, после января, после того, как у нас есть заговорщики были, после всех этих событий, терять что-то, мне кажется, не что, что... Да, поэтому я думаю, что вот эта модель, она является переходной. В будущем, я думаю, в перспективе вопрос о том, что мы перейдем к прямой выборности региональных Акимов, он как раз таки встанет. Тем более, нужно говорить о том, что выборы, прямые выборы сельских Акимов, да, у нас произошли. Конечно. Да, 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 это на самом деле тоже такое большое достижение. Районные Акимы тоже сейчас рассматриваются в этот вопрос, я думаю, там, в следующем году или через год они уже тоже произойдут. И уже постепенно, я думаю, мы перейдем к прямой выборности как раз таки уже областных Акимов. Так, мы заканчиваем наш эфир. Один последний вопрос, как будут представлены поправки на референдуме, на референдуме, голосовать будем за все пакетом, либо по отдельности, и почему выбрали такой метод? Будем голосовать за весь пакет, да, на самом деле. Ну, тут такие возникали споры, да, почему мы не возникали там по отдельным поправкам, да, или там по отдельным блокам. Но здесь как бы решение уже принято, вопрос о том теперь, как уже эффективно это все разъяснять, да. Будем голосовать за весь пакет реформ, и вот как раз здесь ключевый момент о том, как власти будут эффективно все это разъяснять. Да, в конце концов, если посмотреть вот эти поправки, там нет ничего, что ухудшает положение. Да, на самом деле, вот тем более вы уже сами как раз до этого говорили, да, о том, что в принципе социологические исследования, да, и там настроение в социальных сетях говорят о том, что большая часть населения, они выступают за поправки. Другой вопрос, что там какие-то корректировки могут быть внутри, да, но в целом, как бы посыл такой, что многие одобряют. И, кстати говоря, вот хотел бы я еще вот в завершении сказать, что вот наш институт сегодня, да, в Алма-Ате проводил круглый стол, как раз-таки посвященный вот теме реформы президента, будущей политической системы, да, у нас там принял участие достаточно такой представительный круг экспертов, да, да, и вот как раз это было ключевой темой, да, и наш институт обсуждал, каким образом политическая система в будущем будет реформироваться, какие ее перспективы, какие риски, вызовы ее ожидают, ну и так далее. Ну, в целом, пришли к каким выводам? У меня лично я не присутствовал, да, но я знаю, что такая достаточно интересная дискуссия состоялась, и я думаю, что там как бы посыл такой, что в принципе большая часть как раз-таки выступает за реформы, да, и за то, чтобы эти реформы проходили через референдум. Спасибо большое, благодарю вас за участие в нашем эфире, я напомню, мы обсуждали поправки в Конституцию 5 июня, все на референдум, не забывайте, это ваше право, давно у нас не было референдума, за, против, возможность голосовать есть, так что, welcome! Спасибо за внимание, это была программа «Время говорить», смотрите нас каждый будний день в одно и то же время. До свидания.